Здравствуйте, друзья! Небольшой рассказ о моём путешествии домой. Аэропорт, как можете видеть, совершенно пустой. И я была первая. И вот мы в воздухе. Самолёт набирает высоту. Обратите внимание, на крыле самолёта улыбка. Улыбка Туйфлай. Это фирма, с которой мы всегда летаем на Тенерифе и обратно. Что мы видим под крылом самолёта? Гористая местность, различные индустриальные постройки и банановые плантации, натянутые сеткой. А вот здесь можно видеть ветряные мельницы. Ветряные мельницы и солнечные батареи – это основное электричество Тенерифе. Бананы выращиваются в сетках, чтобы сохранять влажность. И вот мы приблизились к океану. И наш путь будет идти через океан. Почти половина дороги лежит океан. Голубое небо, голубой океан и тонкая полоска облаков разделяет их. Так как мы летим днём, то можно очень хорошо наслаждаться тем, что мы видим под крылом самолёта. Под крылом самолёта облачка, как жемчужинки, собранные на ниточке. Половина пути мы наслаждаемся прекрасно голубыми оттенками неба и океана. Но вот картина поменялась. Мы летим над материком. И под крылом самолёта можно видеть горы, заснеженные горы. И облака. Облака признак того, что мы приближаемся к Бельгии. Не может быть иначе. А здесь в облаках разрыв и можно видеть землю. Самолёт снижает высоту. И можно видеть приближающийся Брюссель, столица Бельгии. Вот уже можно разглядеть очень чётко районы Брюсселя. Его дороги, домики, парки. Самолёт снижается очень плавно, незаметно, очень комфортно. Мы счастливы, что Бельгия нас встречает всё-таки лучиком солнышка. Не так уж и пасмурно, не так уж и холодно. Всего 6 градусов. После Тенарифа, ооо, это очень холодно, конечно. Мы сразу все замёрзли. Самолёт всё ближе и ближе к земле. И мы идём на посадку. И никто не аплодирует при прекрасной посадке. Это нормально. Полёт завершён. И я хочу поблагодарить вас, мои друзья, за то, что были со мной. on в первый раз. Пока. Пока. Пока.